добрый день дорогие друзья и сегодня мы будем говорить о моих покупках на балашином рынке барахолки или ярмарки называйте как хотите сделано в ссср и первая моя покупка вот такая замечательная тарелочка сирень посмотрите по краям у нее перламутра веточки сирени веточки сирени знакомая для вас это дулёва здесь золото не только люстрое покрытие но и видите золото и вот в трех местах такая замечательная сирень дулёва 93 год и посмотрите края такие очень красивые вырезные тарелочка загляденье и я ее купила не просто так потому что если вы помните а если не помните я вам напомню что у меня на даче есть вот такой сервис сиренью но он сборные потому что вот чашечки именно от этого сервиза мне не очень понравились форма их поэтому я купила другую но сейчас я вам все покажу сами для своего сета подобрала скатерть салфетки и рюмочки розового стекла с насечками благодаря которым рисунок получил название березка и мне очень нравится деколь которую здесь использовали и и особенно я люблю с этим чайным сетом с этой посудой завтракать или пить чай файв углов в любимое время чаепития англичан когда небо приобретает такие же оттенки как и на люстровом покрытии который вы здесь видите перед вами чайная пара дмитровского парфорового завода вербилках от очень интересного и редкого сервиза мак но цвет конечно не обычный не красный или оранжевый он фиолетовый автор рисунка панжанкова форма стандарт от александра ивановича шабанова ручная роспись золочение 24 каратным золотом если пока смотреть по каталогу то мы увидим что сервис этот выпускался в количестве 14 или 20 предметов что говорит нам о том что молочник не выпускался никогда решили что наверное такая привычка пить с чаем молоком не российское дело а скорее западная английская поэтому молочник не выпускался сервизом сервиз который состоял из 20 предметов там естественно добавлялись десертные тарелочки или пирожковые легендарный фасон стандарт среди других фарфоровых сервизов в то время отличался простотой надежностью и дешевой ценой при этом чашечки были легкие почти невесомые и вы хорошо знаете эту форму чашек в сервизе который привычно нам называть слива или перри персик или яблоко но называется он официально весна в 1946 году специально чтобы решить проблему с потреблением для более такого всеобщего потребления как очень функциональный чайный сервиз его и стали выпускать и обратите внимание на ручки вы видите там такие хвостики вот 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 это как раз ограничители сделаны были для того чтобы палец не скользил по и вскоре очки на предметах фасона стандарт начали переносить сложные рисунки ручные покрытью примерно где-то стиль арт-деко разработаны еще в тридцатые годы в прошлом году совершенно случайно на одной из распродаж мне удалось купить молочник из песочного с фиолетовым маком и блюдечко от этой чайной пары как я не искала купить чашечку мне не удалось и я купила фиолетовый бокал предлагаю посмотреть как мне удалось соединить это все в одном сете и еще прошу обратить внимание как фиолетовый бокал напоминает цветок колокольчика в букете я продолжаю рисовать цветами посмотрите какая чайная пара боже мой чашка ой какая красивая это вербилки вот хвостик прям ее такой родной форма перед вами еще одна чашечка выполнены на дмитровском заводе вербилках красивая фарфоровая чашечка золотом которая проходит по краю горлышко снаружи и внутри а также на ручках этот рисунок называется чертополох и эту чашечку я купила в прошлый раз на барахолке сделано в ссср и конечно она уже примерно она произведена в сороковых годах поэтому вы видите у нее уже не такую блестящая сохранность хотя для того времени и очень хорошие но позолота уже немножечко кое-где стерлась и кстати если говорить о позолоте то позолота не только как я уже сказал на чашечке и ручках а она еще в рисунке ее можно увидеть посмотрите как красиво и это придает чашке довольно-таки такой праздничный нарядный вид только посмотрите на черном крытье расцветают расписанные вручную очень красивые цветы чертополоха сказочные цвета синего голубого белого и фиолетового цвета это только на цветах и еще золотые золотом расписанные листики тычинки а цвета листьев тоже достаточно разнообразные изумрудный более зеленый болотный красота и еще на заводе выпускалась чайная посуда с двумя вариантами рисунка чуть раньше более сложной и более красивой но вскоре после смерти сталина начался новый тренд на экономию затрат на дизайн и на работу художников и появился новый вариант на который уходила гораздо меньше времени оба рисунка я нашла в интернете первый с клеймом который вы видите на моей чашечке и второй который я представила для сравнения и кстати в продаже я видела только второй вариант и стоила эта пара около 12 тысяч рублей друзья спасибо что были со мной благодарю за ваши комментарии и лайки а также за уточнение и я не против критики если она приблизит нас к исторической истине всем желаю хорошей недели здоровья и радости в душе до скорой встречи друзья я